В эти дни в пинских школах и гимназиях проходят последние звонки. Сотни ребят отправятся на длинные летние каникулы. Но есть и те, для кого этот звонок звенит буквально в последний раз. Это выпускники 2019 года. Как прощались со школой, расскажет Рядна Гребенюк. Прощание со школой одновременно радостный и волнительный день. Не только для учеников, но и для педагогов и родителей. На последней линейке в гимназии номер два на лицах можно было встретить и слезы. И улыбки. Вот и пришел день, когда прозвенит для вас последний школьный звонок. Наши любимые дети, вы так быстро выросли, что нам сегодня тяжело сдерживать слезы. Нам бы хотелось отмотать время назад, чтобы снова взять вас за ручки и привести в первый класс. Чтобы немного продлить время беззаботного детства. Егор, если ты будешь плакать, я не скажу. Сегодня на линейке у ребят в гостях побывал председатель городского совета депутатов Леон Телемешевский. Он поздравил выпускников с окончанием школьного этапа в их жизни. Сегодня с вами, дорогие выпускники, те, кто долгие годы был рядом, поддерживал вас во всем. Ваши учителя, классные руководители, ваши родители. Искренне надеюсь, что вы на всю жизнь сохраните чувство глубокой признательности за их труд, терпение, заботу и поддержку. Сейчас вас ждет напряженная и ответственная пора. Выпускные экзамены, затем централизованное тестирование. Я желаю вам успешно пройти через эти испытания. По традиции, которая нам досталась еще с советских времен, девочки надели коричневые платья с белыми фартуками, а волосы вплели большие банты. Красивые и нарядные, уже почти бывшие ученики выстраиваются перед школой в линеечку. И маленькая девочка на руках у 11-классника звонит в колокольчик. Вот и завершился последний школьный урок. Но это будет не обычный звонок. Это будет звонок не на урок и не с урока. Это будет звонок в вашу самостоятельную жизнь. Вы продолжаете свой радостный полет. Уверенны, что будет он счастливым. Поздравил выпускников с радостным и грустным праздником директор гимназии номер 2 Алексей Якимчук. Дорогие ребята, перед вами открываются огромные возможности. Но нельзя забывать о том, что большие возможности предполагают и большую ответственность. От вас, сегодняшних выпускников, зависит будущее родной Беларуси. По традиции, ребята в красных атласных ленточках с надписью «Выпускник» исполнили трогательный вальс. Выпускники 2019 года благодарят своих учителей за труд, за знания, дарят им роскошные букеты и после выпускают красно-зеленые шары, как символ вступления в новую взрослую жизнь. Пусть летят эти шарики в небо, пусть летят высоко журавли. Оглядываясь назад, то, что пролетели самые классные мои дни в моей жизни, потому что я по всем буду скучать, что это была самая лучшая часть моей жизни. Эмоции сегодня зашкаливают. Очень волнительный день. И радость, и счастье, и слезы. Но очень рады, что мы до этого дня как бы так дошли вместе. Ну и будем дальше готовиться к взрослой жизни. Прощаться с теми, с кем учился очень долгое время. Хочется пожелать им успехов, удачи в будущем, удачи с поступлением, с экзаменами и всего самого лучшего. Необычная линейка состоялась в школе номер 3 города Пинска. Сегодня сюда пришли вместе с новоиспеченными выпускниками и те, для кого последний звонок прозвучал ровно 40 лет назад, в далеком 1979 году. Они еще совсем юные, с такими же бантами в волосах и пионерскими галстуками стояли здесь и прощались с любимой школой. Мы собрались спустя 40 лет. Вы знаете, дружба спустя даже долгие годы, она самая верная в школе. Школьные годы, как говорится, как поется в песне чудесные. Выпускники 1979 года пришли вместе со своей первой учительницей. Состояние такое, как будто бы вновь идешь в школу. А сегодня это не просто линейка, это и осмысление своего труда, что те 30 лет, которые отдала школе, прошли не напрасно. И, наверное, нет счастливее человека сегодня на этой линейке, чем я, потому что через 40 лет я вижу тоже результат своего труда. Последний звонок прозвенел во всех школах и гимназиях Пинска. И, казалось, еще вчера маленькими детьми родители привели их на первый в своей жизни урок. И вот сегодня красивые и наполненные знаниями они вступают во взрослую жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!